Надо верить в Бога, жить... Мы верим в Аллаха. Веришь ты, начнёшь говорить, а ничего не знаешь. Если ты веришь, ты эту книгу должен знать, ты должен знать её, должен считать, уметь. Я верю в Аллаха, а сами блудите до умопомешательства. Вы ничего не верующие, вы не мусульмане никакие. Я стал тут говорить, я говорю, да кого вы шпана одна тут? 90% мусульман, за чужими женщинами гоняетесь. Надо верить, Бога бояться. Тут у вас ещё написано-то, какой суд Божий ждёт вас за эти дела. Материтесь, сквернословите, наркоманите. Анонизмом занимаетесь мусульмане. Мусульмане так не делают. Это люди, герои веры своей. Вот рты развиваете, первый раз увидели. Люди уважение к старшему. Замолкли, увидели, перекрестился и всё, и опрокинулись. Мне Господь позволил много в жизни общаться с мусульманами. Это серьёзные люди. А это какие-то как фишки. Рты разинули, кричите, не стыда, не совести. Тебе лет 30 есть, а мне 81 год. Мусульмане аксакалов уважают. Они женщин своих сохраняют. Мы многому можем у них поучиться. А это вы какие мусульмане? Свинину так же лопаете. А мы в рот не берём её. Ты посмотри, зайди на наш Ютуб, посмотри, как у нас женщины одеваются. Как в хиджабе православная. Два платка. У нас ни одного аборта нету. Ни одного развода. Нам есть что показать. Православную деревню строим, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А вы во всё это... На исповедь-то не ходите. Священства-то нету. Иисус умер за грехи у людей. А он не умирал. Весь мир знает, Иисус умер. Скорая помощь идёт международный крест. Со себе дверь в ад открыли. Не умер, жал. Ну, давай, найди, что сказать в ответ. Начнёте ещё ругаться. Нехорошо ведёте себя. Каждый будет о своей вере говорить правильно. Правильно? Ты живи для Бога, и тогда всё остальное наладится. А то... Как дела? Для тебя век нет до тех дел. Ты скажи, с чем мы можем быть полезными друг для друга? У каждого свой талант. Да, а вы куда-то снимаете, что ли, это видео? У нас всё снимается. У нас очень большой в Ютубе канал. Канал у нас в Ютубе. 19 тысяч роликов. Вы увидите, как у нас молятся люди. Есть Бог. А если есть Бог, значит, есть и закон от Бога. Есть от Него святые заповеди. Вы увидите, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И всех зовёт к покаянию, чтобы жили для Бога. Хорошо. Буду иметь в виду. Видите, знаете, сколько есть интересных тем, вопросов. Люди ничем не интересуются, кроме блуда. И пьют непрерывно. Пытаются потушить этот гиенский огонь, который готован им. О, вопрос есть. Вот, сейчас я вам, мы сейчас с вами поговорим. Вы, векский завет, хорошо знаете? Так, что? Нет, ну это не ответ. Это вы уже по-являски отвечаете. Я не понял вопрос. Я православный христианин, проповедник, миссионер. Я уже пятый месяц здесь нахожусь. Говорим о Боге. Вы в ветхий завет, хорошо знаете? В ветхий завет. Ну что, в ветхий завет? Библия, это ветхий новый завет вместе, 77 книг. Вы меня плохо понимаете? Я не все плохо, это слышно хорошо, но понимаю. Я третий раз спрашиваю. Я не могу вопрос понять, не могу понять. Раздельно говорите. Тут эфир, оно вот так трясет все это, слова-то. Потихоньку. Если вы меня не понимаете, какой смысл вы понимаете? Мне трудно понять, потому что эфир меняет. Вы же не слышите, как я могу слышать-то? Бывает дребезжание одно идет какое-то. Это же интернет. Чего бы я вам не ответил-то? Почему не ответить-то? Я задаю вам вопрос еще раз. Вы ветхий завет хорошо знаете? Отлично. Я 57 лет в руках его держу. И с ним иду вместе. И новый завет. Вопрос. У меня вопрос, к вам есть. Посмотрите внимательно. Вопрос, а потом ответите. Когда Бог создал Адама, в этот момент, когда он его создавал, он уже знал, что он создаст Еду? Конечно. Иначе бы он Богом не был, если не знал. 138-й Псалом говорит об этом. Еще нет слова на языке, ты совершенно знаешь. Зародыши мы видели, очень пои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Поэтому Библия полна пророчеств. Что будет дальше? Что сегодня мы видим? Вот вам ответ. Нет, это не ответ. Если вы меня знаете конкретно, я пойду дальше, потому что меня такой ответ не устраивает. Наверное, Бог. Вопрос. Да или нет? Вас не устраивает. Не устраивает. Вы еще обдумать не успели, уже просыпалось. Как так не бывает. Я в пяти университетах одновременно занятия вел сколько лет. В Академгородке. Три радиопрограммы. И на все вопросы отвечаю. Мы можем быть полезны друг для друга. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Какая жизнь другая? Не верующий. Ну, не верующий. Это что, застижение? Не верующий ничего не надо. Подобен скотине. Ну, такие скотины. Скотина. Скотина не верит. Собака не верит. Кошка не верит. Таракан не верит. А человек верит. У него возвышенная цель. Он идет не только до гробовой доски. Он думает о вечности, где он будет. Я думаю, о вечности где он будет. Только родился и уже диктует. Вы знаете, что на Земле сегодня, в настоящее время. Вы сейчас дымить будете. Вот это научились. Пить будете. Вы попробуйте, пока разговариваем, не дымить. И кое-что захватите в голову. В настоящее время. В настоящее время. В мире 2 миллиарда... Вот я говорил, пить будете, уже пить. Вы даже не знаете, почему все пьют в рулетке. Нигде больше этого нету. Это пытается залить блудный огонь. Пытается залить геенский огонь, который готовит Бог за это. Попробуйте не пить. Попробуйте не пить. И вы увидите, что ничего не получится. Вы даже не знаете, ни на один вопрос не ответите. Вы бы радовались, что мы встретились с вами. Я вот сколько... А в России какой-то вопрос? Видите как? Вот я если одновременно вел занятия в 5 университетах, и люди задают тысячи вопросов, я на все отвечаю. Значит, чего-то есть? И сказать, а я неверующий, для этого ничего не надо. Живи. А можете ответить на мой вопрос? Ну что? В чем смысл жизни? Каким? В чем смысл жизни неверующих, Катина? Что ждет неверующих? Да. За гробом. Геена Огненная. С сатаной вместе мучается, в огне гореть будут. Библия говорит, 13-й, 52-й Псалом. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. А они развратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Неверующих в мире не больше 8%. Но на них падает 99,9% всех преступлений. Для него никаких тормозов нет. Развод на 100%. Аборты почти все. За время перестройки только... За время перестройки в России 120 миллионов абортов. А страна погибла в вагине женской. Это... А почему только в тюрьмах купола рисуют? А? Почему в тюрьмах купола набивают? Почему рулетка называется? Нет, почему в тюрьмах купола набивают золотые? Ну вы сейчас-то можете не пить? Я обещал не пить. Пока разговариваем. Там вообще внутри огонь горит. Тушите его. Я же не пью перед вами. Вот представьте, за 18 лет я ни разу не позволил на капитру поставить стакан воды. Это унизительно. За 18 лет? Вот если вы зайдете... Зайдите на наш канал, YouTube канал. Ему равных нету в интернете. 19 тысяч роликов наших. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Как называется YouTube канал? Я зайду. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. «Во свете Библии» Ну свет от нее падает. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Добавьте. Канал на YouTube. Хорошо. Игнатий Лапкин. Да, Игнатий Лапкин. Если вы меня запомните, запишите, и по скайпу вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. Один. На весь интернет. Действительно, один. Ну и что, нашли? Конечно, нашел. Ну а теперь посмотрите. А вы потом... Я подпишусь. О, вы если будете... Такого нигде нету. Здесь сейчас показаны мои... Это ко мне вопросы студенты, которые задавали. 4124 вопросов. Политика, экономика, социология, искусство, литература. Все здесь есть. Кроме того, у меня сайт, большой сайт. Сайт. Точно, ну, через Google, если зайти, сайт. Он называется «Во свете Библии». Там 43 книги моих, которые вышли. 38 в печатном варианте. Как мы миссионерскую поездку сделали? Вот я в Барнауле нахожусь. Барнауло, Алтайский край. Проехали до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 библиотек, я подарил полный комплект своих книг. Вам будет очень интересно. А вы можете университету подарить? Почему вы? Мы дарим тем, где пользуются люди. Подарили. Это не просто так. При минимальной пенсии мы сделали подарок на 35 миллионов рублей. И вот если зайдете на наш, когда YouTube, вы посмотрите, не просто так, вы увидите. Как идут богослужения, как мы работаем, как отдыхаем. У нас ни один человек не матерится. Ни одного безбородого нету. Женщины надеты в два платка и платья до полу. Такие красавицы. Какие ребята. Вы будете рады. Вас как звать-то? Алексей. Алексей означает помощник. В переводе на русский язык. С греческого. Помощник. А теперь расшифруй. Где ты помощник? Кому? Вот у вас, я гляжу, волосы так длинные. Мужчина не должен волосы длинные. Писание говорит, он подстыжает себя. Это женщины свойственны. Бороду бреет, волосы длинные. Две мамы в одном доме. Человека ничего лишишь. Если ты мужчина, вы должны себя беречь. Если ты серьезный мужчина, жена понимает за тобой, как за крепостью. А так, свистушка. Она и понимает, тебе ничего не надо. Начни жить по-другому. Как вы относитесь к гомосексуалистам? Так, я не знаю. Вопрос задаете? Да, вопрос. Как-то так. Ну, интернет искажает. Еще раз поптихоньку скажите. Как вы относитесь к гомосексуалистам? Как становиться священником? Да. Ну, если маленько не так, то ничего. Это надо призвание иметь. Ознакомиться с шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. Даже быть средним священником, это уже подвиг сегодня. Поношение, поругание. Вот у нас церковь, мы сами построили школу своими силами. Дороги сами восстанавливаем. Государство в нас ни рубля не вложило. Не считая, что учителя там получают мизерное что-то. Я вот начальник детского лагеря. Господь Бог позволил мне создать детский лагерь. Я 48 лет веду детей. 48. Полвека, бесплатно, ни рубля не получили нигде. Ни обслуга, ни я. Тысячи детей подняли. Почему никто этим не занимается? Не знаю. Потому что неверующий, что знать-то. Мы же надеемся на воздаяние перед Богом. Вот вы, Алексей, если зайдете по скайпу или здесь, вы увидите. Есть другая жизнь. Интересная, плодовитая. Вот есть такое слово «проблема». Я его исключил из лексикона. А зачем? Американизмы эти. Оно заменено у меня двумя словами. Нерешенный вопрос. И я его начинаю решать. За слово Божие, в прошлые годы, я когда издавал книги, издал, насчитал книги, насчитки. Архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессионных. И власть меня спрятала. Я прошел пять тюрем, лагерь. И теперь сотрудничаю с тюрьмой местное начало. Тюрьма здесь 3700 человек. Я с преступниками занимаюсь бесплатно. И они становятся многие на истинный путь. Сколько людей покаялось, когда я сидел. Заключенные каялись. Следователь обратился. С Богом быть – это быть победителем везде. Мы хотим опыт передать молодым. Я обязательно уверую в Бога. Я прислушался к вашим словам. И на канал уже подписался. Да. Вот если у вас будет желание встретиться, в Скайпе есть такая система здесь. Скайп. И в Скайпе я Игнатий Лапкин один. Вы сразу на меня выйдете. И я скину все ресурсы. У меня большой форум. Есть Твиттер, Фейсбук. Там администрация работает. И Мэйл.ру. 24 тысячи фотографий только наших. Их берут люди на разные издания и книги. Они настолько необычные. Я в развод. Мне пора идти. Ну, у нас сейчас все. Так, уходите, да? До свидания. С Богом. До свидания, Алексей. Храни себя для Бога. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин.